А перед началом видеоролика хотел бы напомнить, что этот выпуск стал сотым на нашем канале. Так что давайте поставим пальцы вверх и я увижу вашу активность в ходе именно этой рубрики «Футболисты через 5 лет». Если наберем много лайков, то рубрика будет жить и также следующий выпуск выйдет совсем скоро. И также в группе ВКонтакте переходим в описание и там голосуем, за какого следующего футболиста нам сделать эту рубрику. Смотрим. Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев, канал «Футбол – это жизнь». Итак, про наших участников канала выходили ролики под названием «Футболисты через 5 лет». Мы смотрели, что будет с нами, если мы бы были профессиональными футболистами. Но это все-таки не так уж и реалистично было, то, что мы начинали футбольную карьеру и через 5 лет у нас был рейтинг 86-87, вот таком примерно диапазоне. То есть это не очень-то реалистично было. Так что я решил небольшие поправки ввести в эту рубрику и начать уже с существующих игроков. Это будет, наверное, интересно. Сегодня у нас четвертый выпуск этой рубрики. И сегодня у нас на очереди Александр Головин. Мы попробуем посмотреть, что будет с Александром Головиным через 5 лет, но только он еще не перейдет в Монако, так как многие считали, что этот переход в Монако как бы не очень-то успешным для Александра и был. Так что пусть он сезон отыграет в ЦСКА и после чемпионата мира мы попробуем перейти в другой клуб. Как вы знаете, Александр Головин не любит Италию, так что мы сразу в итальянские клубы не будем переходить. Это он говорил, когда играл в ПУК. Все это мы помним. Так что давайте сразу поставим этому ролику лайк, наберем хотя бы 35 лайков и будет вторая часть. Также пишите в комментариях про кого из футболистов, только уже реальных, вы хотите видеть в этой рубрике. Ну что, поехали! Итак, после первого сезона за Александра Головина ЦСКА занял вторую строчку, всего лишь 2 очка не хватило до чемпионства, но все-таки серебряный призер тоже достижение. В Кубке России Уфа стала чемпионом, обыграв в финале Зенит 3-2, а ведь именно Уфа выбила из Кубка России ЦСКА в полуфинале. Лигу чемпиона выиграла Бавария, обыграв в финале Манчестер Сити. ЦСКА из группы вышли со второй строчки и проиграли в 1-8 со счетом 3-2 Тоттенгхэм. Лигу Европы выиграл Вилья Реал, обыграв в финале Реал со счетом 3-2. На чемпионат мира сборной России не попало, и ей не хотелось всего лишь 3 очка для квалификации со второй строчки. Вот все предложения, которые приходили Александру Головину, пока он был в составе ЦСКА. Много английских клубов, но он решил выбрать Манчестер Сити, так как там работает Пеп Гвардиола очень хорошо с молодежью. Итак, после второго сезона за Александра Головина, Манчестер Сити, в который перешел Александр, стал чемпионом Англии, отрыв 3 очка от Челси. Кубок Англии выиграет Арсенал, обыграв в финале Лондонская Челси со счетом 3-2. Манчестер Сити вылетел в полуфинале со счетом 3-2 от Челси. Кубок Лиги Англии выиграет Манчестер Сити по пенальти, обыграв в Челси 4-3. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв в финале Вильяреал со счетом 2-1. Лигу Чемпионов выиграет Манчестер Вильярд, обыграв в финале Барселона со счетом 1-2. Манчестер Сити вылетел в 1-4 от Баварии со счетом 4-1. Лигу Европы выиграл Тоттенхэм, обыграв в финале Ливерпуль со счетом 2-1. А в Лиге Чемпионов мы можем наблюдать, что ЦСКА в такой средней даже группе не смогли выйти даже в Лигу Европы, заняв четвертую строчку. А без Александра Головина ЦСКА даже в чемпионате опустился на пятую строчку. Итак, закончился третий сезон за Александра Головина. Тоттенхэм выиграл чемпионат Англии, а Манчестер Сити занял шестую строчку, не попав даже в Еврокубки. Суперкубок Англии выиграл Манчестер Сити, обыграв Арсенал со счетом 3-0. Кубок Англии выиграл Челси, обыграв Брэнфорд в финале 4-0. Кубок Лиги Англии выиграл Арсенал, обыграв в финале Солнце со счетом 2-1, а Манчестер Сити вылетел в 1-8 со счетом 1-0 от Сток Сити. Суперкубок Европы выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв в финале Тоттенхэм со счетом 2-1. Лигу чемпиона выиграл Челси, обыграв в финале Баварию со счетом 2-1, а Манчестер Сити вылетел в 1-8 от Леона со счетом 4-2. Лигу Европы выиграл Реал Соседат, обыграв по пенальти Интер 5-4 в финале. На чемпионат Европы сборная Россия провалена, но не квалифицировала вновь только пятую строчку. От СССР проведя второй сезон уже без Александра Баллина, неплохо, но уже с пятой строчки поднялись в тройку лучших. В разгар трансерного окна Александру Головину приходили предложения как от Реала, Барселоны. И Вентус, но он все-таки решил перейти летом в новую английскую команду для себя, это Тоттенхэм. Итак, закончился четвертый сезон за Александра Головина. Александр перешел в Тоттенхэм летом и Тоттенхэм становится чемпионом. 83 очка, а Манчестер Сити, в котором раньше играл буквально сезон назад Александр, сейчас занимает третью строчку. Суперкубок Англии выиграет Тоттенхэм, обыграв по пенальти Челси со счетом 5-4. Кубок Англии выиграет Сток Сити, обыграв по пенальти Манчестер Юнайта 4-3. Кубок Лиги Англии выиграет Ньюкасл, обыграв Вотфорд со счетом 5-4 по пенальти. Суперкубок Европы выигрывает Челси, обыграв в финале Реал-Сеседа со счетом 2-1. Лигу чемпиона выиграет Манчестер Юнайта, а ведь именно Манчестер Юнайта предлагал Александру Головину и перейти. Но Александр все-таки решил оставаться в верном, но тот же самый лучший эти полгода и все-таки чемпионат Англии выиграл, но вылетел в 1-4 плацу из-за разницы забитых и пропущенных там по гостевой системе. Лигу Европы выиграл Лондонский Арсенал, обыграв в финале Боруссию 2-1. Итак, от ЦСКА без Александра Головина заняли четвертую строчку. Чемпионом стал Зенит. Летом Манчестер Юнайта предложил Александру Головину перейти в клуб, а именно Манчестер стал чемпионом Лиги Чемпионов, и Александр Головина решил перейти в Манчестер Юнайта, дабы выиграть Лигу Чемпионов вместе с ним. Итак, закончился последний пятый сезон за Александра Головина. Манчестер Юнайта, в который перешел Александр, занял шестую строчку, чемпионом стал Челси. Тоттенхэм, из которого перешел Александр Головин, заняли третью строчку, ну а первый английский клуб Александр Головина заняли седьмую строчку. Кубок Англии выиграл Тоттенхэм, обыграв в Брайтон в финале с счетом 3-1. Манчестер вылетел в 1-8 от Уотфорда 2-0. Кубок Лиги Англии выиграл Челси, обыграв в финале Ньюкасла 4-1, а в 1-4 Юнайтед вылетел от Ньюкасла с счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграл Александр Головин вместе с Манчестером Юнайтедом с счетом 1-0 против Арсенала. Лигу Чемпионов выиграл Атлетик Мандриф, обыграв в финале Манчестер Юнайтед со счетом 2-0, и это первое достижение для Александра Головина в конце нашей рубрики – это выход в финал Лиги Чемпионов. Лигу Европы выиграл Мандридский Реал, обыграв в финале Рому со счетом 2-1. На Чемпионат Мира 2022 года сборная России, заняв первую строчку подборочных матчей, едет на Чемпионат Мира, так что, скорее всего, мы просимулируем только Чемпионат Мира и посмотрим, как на нем выступит сборная России. Итак, сборная России, на котором участвовал Александр Головин, закончила неплохо, вышли даже из группы со второй строчки, но тут грех было не выйти. Но в самом уже плей-офф вылетели от сборной Германии с счетом 2-0, которая потом стала чемпионом мира, обыграв в финале французов с этим же счетом. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok